Всем привет! Меня зовут Паша Корчевский. Это очередное видео на тему импровизации. Продолжаем разговор, как же научиться импровизировать с нуля. На сегодняшний день мы знаем 5 способов обыгрывания мажорной гаммы. Также мы узнали, что такое бибоп-гаммы. Сегодня я покажу, как их применять и соединять между собой. Если вы еще не смотрели мои предыдущие видео, то обязательно зайдите и посмотрите их, чтобы точнее понять, о чем сейчас пойдет речь. Сейчас я вам продемонстрирую, как можно играть импровизацию, используя только диатонику и бибоп-гаммы. На примере последовательности 2-5-1. Я буду играть в тональности C-b-major по музыке, но для транспонирующих инструментов, таких как труба, тенор-саксофон и так далее, это будет до-мажор. Субтитры делал DimaTorzok Как вы заметили, используя этот материал, вы можете звучать вполне прилично. Сейчас я вам покажу, как заниматься, чтобы достичь такого уровня. Будем соединять один вариант мажорной гаммы с бибоп-гаммами по порядку. Сразу скажу, на что нужно обращать внимание. Следите за тем, чтобы на сильную долю всегда приходила аккордовая нота, когда вы начинаете фразу и когда заканчиваете. Это нужно освоить на начальном этапе, чтобы четко понимать, где ты находишься, с чего начать, куда прийти, приимпровизация на данную форму и гармонию. Приступим. Соединяем первый вариант мажорной гаммы с бибоп-септ и бибоп-мейдж гаммой. Включаем минус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Второй вариант. Соединяем терции и бибоп-гаммор. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пятый вариант и последний вариант Это трезвучие плюс гамма Бибоп гамма Субтитры создавал DimaTorzok Как вы заметили Я просто импровизировал на данный мне материал Но когда я только начинал заниматься импровизацией Я продумывал каждый свой шаг От какой ноты начать, какой закончить Каким трезвучим, какой гаммой И так далее И со временем голова и уши начали работать быстрее Поэтому я вам советую так же делать Тогда будет получаться именно настоящая импровизация Потому что вы будете концентрироваться на каждой ноте На каждой фразе И позволяйте себе играть от балды на шару Если не знаете, что сыграть Просто сделайте паузу Пока идет пауза Вы подумаете И обязательно вам придет решение данной проблемы С какой же ноты вам начать Продолжить ваш рассказ Ребят, на этом все В следующем видео я расскажу вам Что такое водные тона, опивание Так что подписывайтесь на канал Ставьте палец вверх Оставляйте комментарии Следите за развитием событий Продолжаем заниматься вместе Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok